Приветствую вас! Представляю вашему вниманию небольшой обзор на сверлильно-фрезерный станок китайского производства, поставляемый в Россию под торговой маркой Calibre. Модель станка FSS 16-550. Данный станок относится к классу хоббийных, имеет множество как полных аналогов, так и схожих по размеру конструкции моделей, продающихся по всему миру в классе мини-фрезерных станков под разными торговыми марками. Станок поставляется в фанерной коробке, полностью собранном, за исключением ручек-маховиков, которые необходимо прикрутить самостоятельно. В комплекте со станком поставляется трехкулачковый сверлильный патрон хвостовиком КОНУСМОЖЗА-3 с возможностью зажима сверева от 3 до 16 мм, комплектом из четырех шпилек с Т-образными гайками для прижима тисков по зам рабочего стола, что и масленка, а также набором инструмента для обслуживания и наладки станка, который поставляется в небольшом пластиковом чемоданчике. Станок в основном изготовлен из чугуна и имеет массу 60 кг, масса с транспортной упаковкой 80 кг. Подключается станок к бытовой электросети 220 вольт и имеет сетевой шнур длиной 2 метра. Управление станком осуществляется с панели, расположенной передней части. Панель оснащена кнопками пуск-стоп, совмещенной с кнопкой аварийной остановки, регулятором оборотов двигателя и световыми индикаторами подключенной сети и защитного отключения. Станок оснащен коллекторным электродвигателем мощностью 550 ватт, имеет двухскоростную коробку передач, обеспечивает вращение шпинделя в диапазонах от 50 до 1100 оборотов на первой передаче и от 120 до 2500 на второй, с возможностью плавной регулировки оборотов потенциометром. Вращение шпинделя осуществляется только в одном направлении, без возможности реверса, например, для нарезания резьбы. Несмотря на частично пластиковые шестерни, редуктор станка достаточно шумный и на максимальных оборотах коробка передач издает сильный бой. Шпиндель станка имеет конус МОЖЗ-3, в комплекте с шомпуом с резьбой М12 для затяжки инструментов конус. Верхняя часть шпинделя оборудована защитным колпачком. Размер рабочего стола составляет 460 на 112 мм. Имеет максимальный продольный ход 300 мм, поперечный 130 мм. Максимальное расстояние от стола до шпинделя составляет 180 мм. Колонна шпиндельной головки имеет возможность регулировки наклона в пределах плюс-минус 45 градусов, для чего имеется шкала с нанесенной разметкой. Привод стола в продольном поперечном направлении осуществляется вращением маховиков, оснащенных лимбами с ценой деления 0.02 мм. Регулировка к положению высоты шпиндельной головки отчисляется штурвалом. Имеет возможность подключения маховика точной подачи, оснащенный лимбом с разметкой ценой деления 0.025 мм. Для грубого контроля за продольным и вертикальным перемещением станок оборудован шкалами линеек и стрелками указателей положения. Для фиксации перемещений в продольном поперечном и вертикальном положении имеются рычаги с резьбовой фиксацией, обеспечивающие зажатие кленовых планок, что обеспечивает большую жесткость станка. В колонне распорожен ограничитель нижнего положения шпиндельной головки, который также фиксируется резьбовым рычагом. Для защиты поперечных направляющих от стружки и загрязнений используются защитные гофрированные кожухи. Для защиты оператора станок оборудован опускаемым защитным экраном, допускающим регулировку высоты в некотором пределе. Кленовые планки всех направляющих имеют регулировку специальными винтами. Станина имеет сквозные отверстия для крепления к ростоку. В данном случае станок временно закреплен на обрезке столешницы. Углубление рабочего стола станка имеет штуцер, виден изначально задуманный для отвода СОЖ. Но производителям данная функция не заявлена и конструкция станка вызывает сомнения о возможности полноценного для оборудования для использования СОЖ. Производитель заявляет данный станок как сверлильно-фрезерный малогабаритный настольный, предназначенный для фрезеровальных, сверлильных и шлифовальных работ заготовками из металла, пластмасс и древесины. Станок рассчитан на повторно-кратковременный режим работы с номинальным периодом работы перерыва 15 и 5 минут соответственно. Максимально допустимые усилия рекомендуемые производителям при работе на станке. Максимальный диаметр сверления 16 мм, максимальный диаметр корцевого фрезерования 16 мм, максимальный диаметр корцевого фрезерования 30 мм. Производитель заявляет максимальное радиальное объединение шпинделя в пределах 0.02 мм. заявленный провисоведителем срок службы станка 3 года что с учетом пластика в коробке передач показалось оптимистичным прогнозом качество изготовления станка ниже среднего финишная обработка всех направляющих небрежная что сильно снижает точность и жесткость возможность наклона колонны делается на более универсальным для сверлильных работ но конструкции узла наклона колонна выполнен также достаточно жесткость станка что отрицательно сказывается на качестве фрезерной обработки создает массу проблем при работе на нем некоторые сторонние производители за рубежом предлагают продажи как комплект для доработки подобных станков жестко сгребленной колонны без возможности и наклона что позволяет получить более качественный результат при обработке деталей но к сожалению в нашей стране я таких колонн для этого станка продажи не встречал существует несколько вариантов усилить конструкцию станка но эта тема для отдельного материала относительно конструкции наклонной колонны весь механизм висит по сути на вот этой вот детали что не может обеспечить подобающую жесткость шестерни редуктора станка частью выполнены из металла визуально похожего на чугун а частью из пластика и ограничивают возможность обработки деталей поломка данных шестерней достаточно частая проблема сторонние китайские производители предлагают продажи часть шестерней изготовленных из металла вместо пластика но хочется отметить тот факт что из пластиковыми шестернями редуктор из-за низкой точности исполнения издает слишком сильный шум с металлическими шестернями ситуация шум станет еще хуже для решения этой проблемы существует предлагаем и сторонними продавцами наборы для модификации станка на клино-ременную передачу что решает проблему шумы и поломки шестеренок но немедленно лишает доработанный станок каких-либо гарантий производить штурвалы перемещения во всех направлениях имеют небольшой люфт на мой взгляд приемлемый для станков данного класса и при достаточном опыте позволяющим обеспечивать точное перемещение при обработке деталей вставляем в комплекте 3-кулочковый сверленный патрон не предназначен для серьезных радиальных нагрузок и вряд ли может быть использован при фрезеровании для этих целей следует приобрести фрезы непосредственно с хвостовиком конус морза 3 или цанговый патрон с цангами подходящего размера резюмируя впечатление от станка очень приличный сверленный станок хоббийного класса с крестовым столом но как фрезерный без серьезных доработок годен только для обработки пластик или легких работ по цветным металлам проверка биения шпинделя показала менее 1 сотой миллиметра на вставленном китайском протонирование для цанг вот так выглядит качество обработки поверхностей ось z все неплохо шлифованная у сегрик тоже все выглядит в общем неплохо и ось x просто фрезерованная не шлифованная на момент монтажа этого видео на станке уже были выполнены некоторые доработки изменения с целью улучшения его характеристик о которых будет рассказано в следующих роликах благодарю вас за просмотр желаю всего наилучшего